Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чараха, где он рассказал о ромках. Ну что у нас ДВД, как всегда, уцепилась за любой повод. Судебные защитники имеют право на поражение в суде, особенно в таком суде, как у нас. Я лично проиграл и делал по поводу своей уголовной судимости и получил 4 года. И в административных делах никогда не побеждал, но это не говорит о том, что судебный защитник в чем-то виноват. Поэтому, если ДВД настроило одного клиента написать заявление, только лишь потому, что я в суде, подготовив около ста листов исковых апелляционных документов по материалам дела и проиграл, что на этом основании ДВД хочет возбудить уголовное дело, попав по факту мошенничества. Ну это здесь явно политическая подоплека. Я так считаю. Завтра на 9 часов я вызван в суд, куда я представлю все свои материалы дела. Я буду, конечно, драться, защищаться, доказать свою правоту. Но тут просто, конечно, нужно драться с двойным усердием, потому что здесь еще идет политическая подоплека. Вот, как бы, вкратце. Еще вот такой... А в какой суд? Это... В смысле, в какой суд? Это о возыске РОВД, возбуждает уголовное дело. По 177 статье, часть 1, мошенничество. По факту того, что я проиграл дело в суде. Я знаю, понятно, в районе АТФ банка к гражданке, которая должна была банку заплатить, но не заплатила. Я пытался обосновать, что АТФ банк был неправ. И представил расчеты, требования, ходатайство о проведении финансовой кредитной экспертизы, доказацию того, что банк допускал грубейшее наружение против моего клиента. Клиент вместе с ДВД организовали поражение, квалифицировать поражение в суде, как мошенничество. С моей стороны. А завтра в 9 часов? В 9 часов я должен быть здесь, должен представить свои доказательства, ответить на вопросы, организовать очную ставку и так далее. И будет решаться вопрос об моем ограничении свободы или лишении свободы на 2 месяца и так далее. Будем сейчас вопросы этим решать. Опять же говорю, что связано с политическим моментом, поэтому никаких уверенностей у меня нет. Что там мои доказательства, мои документы, даже все судебное дело, которое можно будет представить, оно послужит каким-то доказательством в мою пользу. А как вы думаете, это может быть просто связано с завтрашним митингом? Обязательно, обязательно. Я попросил, допустим, чтобы перенесли встречу с полицией на пост обеда, чтобы можно было мне участвовать на митинге и так далее. Но мне запретили, сказали в 9 часов в 00 я должен быть здесь, в РУВД.